Добрый вечер! Основные события дня в материалах наших корреспондентов. Студия Анна Ларченко. Новый лагерь для украинских беженцев власти Ростовской области организуют на железнодорожной станции Лехая. Распоряжение уже подписал губернатор. За минувшие два месяца на Дон прибыли более полумиллиона украинцев. Около 300 тысяч беженцев размещены в других регионах страны. 46 тысяч остались в Ростовской области. Это означает, что все эти люди зафиксированы, все эти люди проживают в каких-то местах, проживают в наших семьях. Подавляющее большинство примерно 36 тысяч. Порядка 10 тысяч размещено в пунктах временного размещения, включая полевые пункты, пункты временного размещения, которые мы организовали в разных частях области. Задача областных властей в соответствии с квотой перенаправить людей в другие регионы. И в продолжении темы. Пункты временного размещения вдоль границы переполнены беженцами. Люди готовы буквально спать на земле. Только в российском Донецке сейчас находится около 2000 человек. Вдвое больше, чем может вместить лагерь. Чтобы увеличить скорость перевозки вынужденных переселенцев, донской губернатор Василий Голубев распорядился выделить автобусы на каждый лагерь. Елена Баранникова продолжит. Люди буквально считают часы, чтобы наконец обрести не временный, а постоянный дом. Дни здесь тянутся долго, признаются переселенцы. Особенно не просто тем, у кого на руках маленькие дети, либо пожилые родители. Светлане Мищенко из Луганской области повезло. Она уже знает, что вот-вот отправится в Вологду, где найдет работу и жилье. Здесь два-три дня и все. Здесь же находиться как временный пункт. А дальше нужно что-то решать. Сказали, будет работа, будет временное жилье. А дальше? Ну, мы хотим остаться. Беженцы продолжают пребывать вечером и ночью, особенно интенсивно. Люди готовы спать на чемоданах. Мест в палатках зачастую не хватает. Но переселенцам достаточно того, что на этой земле никто не стреляет. Стрельба началась. Ну, начали с миномета вчера бомбить. Ну, походу, мобильные группы или что-то такое. Потому что уезжают, проезжают, бубухи улетели. Ну, никто их не найдет. Только за ночь спасатели развернули еще сто палаток для беженцев. Смысла в дальнейшем расширении лагеря специалисты не видят. Это первоочередная задача обеспечения транзита беженцев. На каждый пункт поставить по два автобуса. На каждый пункт? Да. Вот сюда два машинства, туда два. Потому что наши автобусы. Вот у него всего два автобуса. Ну, что он сделает? Он только так, это маневр сделает туда-сюда. А людей возить сейчас не надо. Ну, это вот здесь возрастание, конечно, возникло. Ну, конечно. Значит, с завтрашнего дня здесь будет постоянно работать два автобуса? Ну, на тех пунктах надо тоже. Василий Голубев принял решение обеспечить автобусами пункты временного размещения в Донецке, Матвиво-Кургане и Новошахтинске, а также Гуково. Транспорт будет сразу перевозить людей на станции для дальнейшей отправки в регионы. Елена Баранникова, Андрей Токарев. Главные новости. Несмотря на то, что Россия не участвует в военном конфликте, на территории Ростовской области продолжают рваться боеприпасы, выпущенные с украинской стороны. Так, в одном из хуторов Красно-Сулинского района снаряд упал во двор местной школы. Екатерина Лободина оценила уровень угрозы жителям приграничных земель. Начинают бомбить с краю, потом посередине. Опять край начинают, потом начинают вниз бомбить. Все это. Два хутора Ростовской области, Новоровенецкий и Васинецкий в дымовой завесе. С украинской стороны они подвергаются обстрелам регулярно, но осколки мин и снарядов залетали не так далеко. Почти в полукилометре от границы располагаются поврежденные дома на улице Карьерной. Один из боеприпасов мог попасть в здание сельской школы, но на его пути оказался жилой дом. Слышно был взрыв и звук такой, как будто с ведра стекло посыпалось. А взрыв такой мощный, даже, знаете, почувствовали мы его. Ну, выскочила на центральную свою, там вроде все в порядке. А сюда пришла, лежу, вот вон, стекло. Все, на втором этаже тоже у нас только поставили новые стеклопакеты. Там осколки попали. Один из жильцов увел троих своих детей в укромное место. У соседей, престарелых женщин, осколки перебили окна из решителей стены, даже выбили кирпичи из кладки. Мы не слышали вообще, что летит. Звука, как обычно, не было. То, что летело на террикон, эти свисты стояли, в этот раз этого не было. В этот раз свистов не было. Поэтому я думаю, что стреляли с миномета. Я вот из-за чего еще думаю, что стреляли с миномета, потому что с миномета свисты не стоят. От него хлопок, все, он выстрелил, и он полетел в снаряд. А до этого, видно, стреляли из танка, из БТРа, потому что туда свист прямо так стоял. Полетело. Да вот это наш забор снесло, вот. Это наш забор, наши яблони. Это был забор здесь. Тут вот забор стоял. Забор снесло, яблони, он попал в робо, гляньте, какую ветку перерубило. Осколки вывели из строя линию электропередач. Хутор несколько часов сидел без света. Коммунальщики боялись ехать ремонтировать и просили обеспечить им охрану. Также было подозрение, что один из снарядов не разорвался. На место прибыли саперы и обнаружили многочисленные осколки. Хутора обречены сегодня находиться там, и жители, где они находятся. Конечно, нет военного положения, нет механизма для того, чтобы взять и эвакуировать всех. Никто этого не собирается делать, потому что у нас здесь войны нет. Война идет в соседнем государстве. Поэтому обстановка остается и будет оставаться напряженной. Вот, никто от этого не застрахован. Война идет буквально на окраине населенных пунктов. На верхушке углеотвала держит позиции артиллерийский дивизион Нацгвардии Украины. Они ведут перестрелку с ополченцами. А шальные снаряды летят в Новоровенецкий и Васинецкий. Екатерина Лободина, Дмитрий Андреянов. Главные новости. И к другим темам. В Донской полиции идет чистка личного состава. Только с начала года рабочих мест в органах лишились 109 человек. Как сообщил главный полицейский Дона, на встрече с сотрудниками полка ДПС за любые проступки нарушители ждут самые жесткие меры. Вы все здоровы нарушать дисциплину или совершать правонарушение. Но как только вопрос касается ответственности, сразу появляется открытый больничный лист на долгое время. Так вот, сегодня ОСБ докладывает еще в отношении одного вашего коллеги возбуждено уголовное дело за поддельный больничный лист. Такого не было никогда, я понимаю. Но привыкайте. За прошедший год в отношении 19 сотрудников ГИБДД было возбуждено 23 уголовных дела. И мы вынуждены готовых людей, офицеров с образованием увольнять. Это совершенно правильно. Андрей Ларионов добавил, рабочих мест за нарушения могут лишиться полицейских любого уровня. Политики, бизнесмены, юристы, финансисты, представители СМИ на страже прав граждан и неправомерных действий со стороны полиции. Общественный совет при главке МВД приобрел новый статус. Более 40 советов общей численностью 560 человек объединились и тем самым повысили качество и оперативность своей работы на территории всей области. Мы получаем возможность прямых контактов со всеми советами. При необходимости можно членов совета задействовать в мероприятиях другого района и так далее. Все это на добровольной основе, но теперь уже это все на правовой основе. В основном жители жалуются на местную власть, суды и стражи правопорядка. По словам Эдуарда Шапошникова, возложенный на общественные советы контроль за действиями МВД выполняется в полной мере. Главк создал все необходимые условия для работы правозащитников. Выделены помещения, оргтехника, обеспечили связь. Также совет теперь может не только критиковать, но и поощрять разработанные бланки благодарственных писем, почетных грамот для тех, кто не остался в стороне и не закрыл глаза на противозаконные действия должностных лиц. Разработана особая награда общественного совета за взаимодействие и пользу. И подробнее о возможностях общественного совета мы поговорим с гостем эфира. У нас в студии председатель объединения, заслуженный юрист России Эдуард Шапошников. Эдуард Мадестович, здравствуйте. Здравствуйте, Анечка. Спасибо огромное, что вы нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо, что пригласили. И, конечно, давайте начнем нашу беседу с короткой истории о Совете, о его создании, появлении. Давайте начнем с этого. Ну, насколько я помню, история общественных советов началась с 2006 года, с момента выхода указа президента Российской Федерации. В то время Владимира Владимировича Путина о создании общественных советов при государственных структурах власти, назначаемых президентом Российской Федерации. Первый совет по линии МВД создался на территории Ростовской области в 2008 году при главном управлении МВД по Ростовской области, милиции тогда еще главным, ГУВД был. Я имел честь быть в его составе, и вот с тех пор я все эти годы являюсь членом общественного совета. В 2011 году вышел указ президента Медведева о общественных советах при именно МВД, когда полиция, реорганизация шла, вот чисто при полицейских подразделениях. Этот уже указ конкретно говорил, кто может быть членом совета, их права, их обязанности. И эти советы создавались не только при главках, а и при горрой органах внутренних дел на территории региона. Таким образом, в 2011 году был создан общественный совет при главном управлении полиции в области, и возглавил его тогда Михаил Михайлович Олхов, к сожалению, который нас рано очень покинул в прошлом году. А весной прошлого года Михаил Михайлович Олхов по состоянию здоровья написал заявление с просьбой снять с него полномочия председателя и предложил мою кандидатуру. После этого последовал приказ начальника главного управления и на общем собрании, на заседании совета я был известен председателем общественного совета. Что можно сказать? Вот на протяжении всех этих лет, в которых я являюсь членом общественного совета, разнительные перемены произошли с деятельностью общественных советов после прихода нового начальника главного генерала-майора полиции Вариона Андрея Петровича. Я так понимаю, что всегда от руководителя зависит все. Когда пришел Андрей Петрович Варионов, он к мнению общественности, к открытости главка отнесся полностью, вот как можно сказать, руководитель, который пришел именно работать, а больше ничего. Именно открыто, честно. И начиная с апреля месяца прошлого года, общественные советы и его члены имеют доступ ко всем совещаниям, заседаниям и проведении всех мероприятий, которые проводятся в главном управлении полиции. Наряду с этим и такая же началась последовательность и с общественными советами на территории региона. После того, как пришел Андрей Петрович, нам удалось получить и помещение, и нас оснастили всем необходимым оборудованием. Раньше этого не было ничего. Не было, к сожалению, не было. Совет собирался раз в квартал, заслушивал кого-то из руководителей в течение двух часов, и потом расходились, и все на этом кончалось. Тут деятельность немножко коренным образом изменилась. Я же вам говорю, что мы принимаем участие во всех мероприятиях, абсолютно во всех. Члены совета являются членами аттестационной комиссии, жилищной комиссии, социальной комиссии. Не обходится ни одного маломальского мероприятия в Лалке, на котором бы не присутствовали члены совета. Вот, например, за прошлый год мы воспринимаем прием граждан, отдельно члены совета, а вот я, как председатель, постоянно принимаю граждан вместе с начальником главного управления. За прошлый год мы с Андреем Петровичем приняли 509 человек. Для сравнения могу сказать, что предыдущий начальник управления за такой же год принял 140 или 160 человек. Понимаете, разница? Больше, чем в три раза. Уже в этом году на приеме у начальника главка побывало 320 человек. Это за полугодие. Я могу это оценить, потому что вот мое личное мнение, что это свидетельствует о возросшем доверии к руководству главка и самой полиции. Потому что я же юрист, я же знаю, когда идут чисто по милицейским вопросам, а когда люди идут просто. Так вот, анализируя людей, приходящих на прием, я вам скажу, что больше половины граждан идут не по вопросам полиции. Они идут по жилищным, по жизненным вопросам, по вопросам, которые касаются других служб, других организаций. И приходят, чтобы найти поддержку и помощь. И никому не было отказано, вплоть до того, что главк потом пишет на ту или иную службу, что вот там обратились, вот пожалуйста, примите меры. Помогают в решении таких вопросов. И, честно говоря, вот таких приемов граждан, я раньше участвовал в руководительных приемах, но таких я такого внимательного отношения к гражданам нигде не видел. Что за это время в нами сделано? С первого дня, вот когда мы понимали, что общественные советы на территории области, их 44. А в соответствии с законом, то есть указом об общественных советах, взаимосвязи между ними не предусмотрено. Это как бы выпадало. Все-таки, как ни говори, МВД это силовая структура с четкой вертикалью власти. Естественно, какое-то взаимоотношение должно быть между советами. Связь. И в то же время прямая связь дала бы возможность местным советам подниматься, опираясь на общественный совет. Прекрасно понимая, что если руководитель совета, скажем, Сальский, может напрямую позвонить председателю общественного совета области, тот может напрямую доложить генералу. Вы же понимаете, это взаимосвязь. Это таким образом давало возможность поднять деятельность. Но мы не знали, каким это образом делать, сделать и долго думали, так как я юрист и юристы члены совета, мы пришли к выводу и подготовили соглашение, правовой документ, на основании которого предусмотрели все взаимоотношения между главком и советами. Мы разослали их на места, там ознакомились, одобрили. И в марте месяца этого года впервые мы провели первую такую совместную конференцию общественных советов, был съезд в Ростове, всех территориальных органов и с участием на руководителей, и руководителей службы, и руководства Главка, где подписали соглашение с каждым советом полностью. Таким образом, общественный совет Главка имеет прямую связь со всеми общественными советами, а в то же время общественные советы на местах через общественный совет Главка могут свободно выходить и на общественный совет России, на Кучерена Анатолия Григорьевича, и на руководство Главка, на различные органы власти, с которыми мы фактически имеем контакт. В том числе, например, мы подписали соглашение о дружбе и взаимоотношениях с Министерством образования, с госпожой Балиной, Ростовской области. Это говорит о том, что общественный совет работает, иначе бы не пошло бы в Министерство образования, наверное, на такие вещи с нами подписывать. Из значимых мероприятий, я считаю, что вот мы в прошлом году, в ноябре месяце, прямо в присутствии большого скопления журналистов, собрания журналистов в Интерфаксе подписали, учредили Координационный комитет председателей общественных советов при государственных структурах власти. Это 12 председателей различных силовых ведомств. Это и ФСБ, это и МВД, это и возграница, это и наркотики и так далее, и так далее, и так далее. Что дало нам возможность прямого общения, связи между председательными советами, потому что зачастую вопросы возникают общие. Но наиболее значимое, я все-таки говорю, что это вот работа с нашими общественными советами на местах. Все-таки членов совета нам как бы не хватало немножко, чтобы развернуться. А не могут быть членами совета госслужащие, лица депутата и так далее. Поэтому мы приняли решение о создании экспертной группы. И в этом мы в предсовете экспертной группы. Вот сейчас она насчитывает уже 23 человека. Мы ее учредили, вручили, подготовили удостоверение, вручили удостоверение. А это и депутаты законодательного собрания Ростовской области. Такие уважаемые люди, как Шевченко Николай Васильевич. Такой уважаемый человек, как Костинов Сергей Александрович. Это два профессора медицины и представители школы милиции, Суворовское училище. Для того, чтобы можно было напрямую контактировать с теми организациями, которые растят в будущее для полиции. А что очень много сделано. Ну, возьмите, например, мы в этом году по предложению начальника главного управления открыли две мемориальные доски. Мы в Оксайе открыли памятник погибшим сотрудникам. Мы открыли мемориальную стену погибшим 184 сотрудникам. Посадили сквер. В каждом горой органе сажается аллея полиции. В Оксайском районе роща полицейских. У нас проводят теперь дни, это самое, семьи полицейских. Все это входит уже теперь в привычку, входит в систему. И при том, что количество сотрудников осталось прежним, а общеизвестно, что на территории Российской Федерации у нас самое малое количество сотрудников на душу населения. Если во всей стране на одного полицейского приходится 150 жителей, у нас на одного полицейского приходится 160 жителей. Однако, Гулаук за прошлый год с 76-го места шагнул на 28-й и закончил прошлый год по итогам показателями своими на 28-м месте, то за полгода этого с 28-го мы 10-е в стране. Это, я считаю, очень-очень здорово просто, потому что вот эти все мелочи, мелочей в работе не бывает. Люди трудятся, и надо это понимать, и к этому нужно относиться с пониманием. А бывают какие-то недочеты, бывают и неприятности, но в семье не без рода, и всегда в любой организации бывают какие-то срывы, но то, что Гулаук идет всеми милыми шагами вверх, это видно, это чувствуется, и спокойствие жителей нашей области – это приоритетная задача нашего Гулаука. Тем более мы теперь-то, собственно, рядом с войной. Все это мы все понимаем и работаем. Дород Мадестович, у нас осталось еще буквально 30 секунд. Я хотела бы узнать, куда жители могут обратиться с наболевшими вопросами? Будь то жалоба на сотрудника полиции, либо, наоборот, желание поощрить, какая-то благодарность. Может быть, кто-то из родственников погибших полицейских. К кому можно обратиться? Обратиться можно, безусловно, к руководству Гулаука. Это, пожалуйста, любые службы, все руководители принимают, и есть график приемов. Можно и в общественный совет Гулаука, можно в общественные советы на местах. В каждом горной органе есть свой общественный совет, и информация о составах, и телефонах, и связи есть в каждом горной органе, прямо при холлах это все размещено. А общественный совет Главного управления полиции находится на линии на 200, кабинет 41, телефон 249-30-64. И, пожалуйста, по любым вопросам обращайтесь, если сможем, то, я думаю, поможем. Спасибо огромное. Я благодарю вас за то, что вы пришли к нам, и спасибо за эту нужную и действительно необходимую информацию. Спасибо. На этой неделе Таганрог принимает лучших яхтсменов страны. Пятый Чеховский парусный фестиваль «Чайка» стартует утром 7 августа. Заявлено более 200 участников. За три дня жюри определит лучших в различных классах. Добавлю, фестиваль проводится с 2010 года. Тогда несколько таганрогских предпринимателей организовали показательные выступления для привлечения молодежи в этот вид спорта. А навести лоск во дворах и детских садах по силу каждому жителю города в Ростове-то успешно доказывают добровольцы. Они облагородили более 70 дворов и несколько детских садов. Организаторам субботников удалось привлечь не только родителей воспитанников сада, но и несколько семей с близлежащих домов. Активная помощь в покраске и уборке территории они оказывали сообща, а для более тяжелых работ администрация выделила технику. Можно выйти, разукрасить весь мир, который у нас, навести порядок, отремонтировать детские качели, отремонтировать детские площадки. И наши же дети будут на них играть, дружить и вообще познакомиться друг с другом. Потому что в последнее время очень много людей, которые говорят, что мы не знаем, кто рядом с нами живет, и просто не здороваются. Это мероприятие, которое всех объединяет. Благотворительная организация полноценно трудится с апреля этого года. Около полусотни постоянных волонтеров выходят на работу без корыстных целей. Добрые дела Донской столицы не ограничиваются. В списке городов Новочеркасск, Сочи, Астрахань и даже Самара. В эту субботу организаторы приглашают всех небезразличных принять участие в помощи детскому саду «Тополек» на улице Мечникова в Ростове. И с другими новостями спорта вас познакомит мой коллега Лев Клинов. Лев, здравствуй. Здравствуй, Анечка. Рад приветствовать наших любителей главных новостей. Сегодня о яхтенном спорте больше не будем разговаривать, зато поговорим о спартакеаде молодежи России и чуть-чуть о третьем по значимости футбольном дивизионе страны. Если все готовы, тогда начинаем. На грибном канале Дон завершилась спартакеада молодежи России. В третий раз Ростовская область принимает этот турнир и впервые 31 регион-участник. Удалось ли донским спортсменам попасть в число призеров и готов ли резерв к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро, узнавала наша съемочная группа. В одном из самых зрелищных видов женской байдарки четверки данские спортсменки в число призеров пока не претендуют. В стартовой девятке экипажи лидеры занимают дорожки в центре, а Ростовская четверка – вторые с краю. Пятое место с этой позиции – лучший прогнозируемый результат. Дистанцию байдарочницы идут пятыми. Перед финишем удается сделать рывок. Результат в шаге от пьедестала. Первую строчку пьедестала подсчета занимают спортсменки Краснодара. Да, даже не надеялись на наших девушек, что они будут где-то рядом, но мы видели, что они достойно боролись за медали. Четвертое место – это несомненный успех. Плюс это был не самый сильный состав. Если бы там сидела Александра Большакова, я думаю, мы бы были в призерах, а может быть и выиграли. Александру Большакову от заезда в четверках освободили. Ставка на одиночку и двойку. Стратегия оказывается верной. У Александры серебро на дистанции 500 метров в одиночке и бронза на 200 метрах в двойке. Сложилось не все так, как мы хотели. Ну, второе место тоже неплохо, будем работать. Ну, оценивался, вроде выложилось на максимум, как могла. Где-то недочеты, где-то. Здесь еще с ветром нам не особо повезло. Постоянно все соревнования дуют боковой ветер. Тем, кто идет по дальним водам, у них немного есть преимущества. Основной вклад в медальнюю копилку вносят мужчины. По две золотые и бронзовые награды. Победной становится олимпийская дистанция 1000 метров в каное двойке и в байдарке четверке. Бронзовые медали добыли в байдарке одиночки на дистанции 200 метров и двойки на дистанции 1000 метров. Тот костяк, который сегодня сформировался на Спартакеаду, скорее всего, он в ближайшие годы будет претендовать не только на мировые первенства, но и на Олимпийские игры. География регионов участников от Калининграда до Хабаровска и от Архангельска до Крыма. Несмотря на многочисленный состав, медаль разыграли 10 фаворитов. Среди них Ростовская область с шестью наградами. В общекомандном зачете остановились в шаге от перестала. В заключительных финалах на дистанции 200 метров данские спортсмены уступили грибцам Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Проводя у себя соревнования, мы не тратим средства на вывоз наших команд. Тем самым экономим и бюджет. И данное соревнование позволяет подрастающему поколению посмотреть, чему-то научиться, подчеркнуть что-то важное для себя. Но и в то же время мы оттащимся в организаторские способности в части подготовки дистанции самого грибного канала. Областное министерство спорта уже подало заявки на проведение соревнований в будущем году по более чем в 30 видах спорта. Через неделю данские грибцы выступят на чемпионате мира. Впервые первенство планеты пройдет в Москве. Старт сезона в профессиональной футбольной лиге в зоне юг откладывается. Первый тур, который должен был состояться сегодня, будет проведен в один из резервных дней. При этом сам календарь еще не утвержден. Таким образом, лига стартует со второго тура, который запланирован на 12 августа. В этот день донской коллектив «Таганрог» примет на своем поле команду «Терек-2». Стоит напомнить, что в связи с участием в первенстве двух команд из Крыма, южная зона будет разделена на две подгруппы. Вот такие на сегодня новости. Желаем вам успехов и занимайтесь спортом. Спасибо, Лев. Именно этот призыв мы и примем к сведению, к вооружению. У нас на этом все, но не переключайтесь. Впереди прогноз погоды и новости донской экономики. Я желаю вам всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!